Дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале, меня зовут Саша и рада представить очередной выпуск из цикла Реконструкция Тами Танука на моем канале, где я пытаюсь повторить те макияжи, которые создавала Юля в рамках определенного тематического цикла на сайте, подбирая и комбинируя оттенки Тами Танука, которые у меня есть в коллекции, и если что-то мне не хватает, я стараюсь найти что-то максимально похожее у себя в коллекции палиток теней, коих у меня очень большое количество. Здесь вы, как всегда, увидите три макияжа в нанесении по классике этого формата, и, соответственно, все тайм-коды будут в описании. Также, по старой доброй традиции этого формата на моем канале, в конце я сделаю дайджест текущего цикла, тем самым расскажу, что выходило, и что планируется к рестоку в конце этого текущего тематического цикла на сайте Тами Танука. И дабы не затягивать это вступление, я начну нанесение первого макияжа. Первый макияж, который я присмотрела в рамках, ну то чтобы там цикла Тами Танука, там просто была неделя, на протяжении которой на сайте время от времени всплывали вариации от Юли, при этом там особенной раскладки, так сказать, по цветам не было, там были только вот индивидуальные макияжи в лице одного глаза, где были расписаны оттенки, которые Юля наносила на ту или иную область глаза. В общем-то, вот такого вот вида были картинки, и я хочу постараться сейчас реализовать в полной мере эти макияжи. И из одного глаза сделать два глаза и общий образ. Поэтому приступлю к нанесению и воспользуюсь базой от NYX HD. Зафиксирую область под бровью и чуть-чуть ниже при помощи сатиновой пудры. В складке в макияже идет изначально темный цвет, поэтому несколько раз приложу скотч к своей руке, чтобы он не был таким супер липким. И постараюсь создать себе некое продолжение нижнего века и сделать тушевку в этом стиле. Мне, конечно, кажется, что может все не получиться, потому что у меня нависание, как вы видите, а кто давно меня смотрит, понимает, что у меня довольно-таки нестандартная степень нависания внешнего у колка глаза. Поэтому может получиться, может нет. Посмотрим, какой получится сегодня макияж. И в качестве оттенка, который будет закладываться в качестве транзитного, воспользуюсь, наверное, одним из серых цветов из палетки PUNKED от Smashbox. Наверное, я возьму чуть более нейтральный серый и намечу, так сказать, немножечко границы тушевки. Далее в макияже идет затемнение, которое создается при помощи матового черного оттенка, который называется Черная кошка. У меня черной кошки в рассыпухах нет, поэтому я буду продолжать наносить макияж при помощи оттенки PUNKED от Smashbox. И возьму, соответственно, самый темный оттенок отсюда. Вы, наверное, знаете, я черные не люблю, я их боюсь, но ситуация требует необычного подхода, поэтому буду необычный подход пытаться реализовать. Постараюсь особо высоко тушевку не поднимать и не создавать какой-то прямо супер вау-драматический эффект, а остаться где-то в рамках, так сказать, носибельности, дозволенности. Далее, чуть ближе к внешнему уголку подвижного века, предполагается к нанесению сатиновый темный оттенок, который называется Советница мглы. Это прям черный сатин, но у меня такого в коллекции нет. У меня есть что-то похожее в палетке Наташа Деноне, и эта палетка называется Palette 12, палетка 12. Она мне в свое время понравилась, так что это прекрасно, когда есть возможность вернуться к палетке, которая когда-то впечатлила. Так, разницы особенной я не вижу. Быть может, из-за того, что я недостаточно активно затемнила внешний угол глаза, но честно скажу, я бы очень не хотела бы этого делать. Но, с другой стороны, понимая вот этот вот макияжный хук от Юли, когда она затемнение как-то дублирует при помощи сатина, чтобы более мягко вводить его в дымку при помощи следующих оценков, то, в принципе, я могу понять ход этих мыслей. И далее предполагается к нанесению два макияжа. Принцесса единорогов. Это насыщенный бирюзовый плотный матовый цвет, и сверху наслаивается, видимо, на него нимфа. Это сатин на бирюзовой базе, розовый красивый блик. Как раз-таки нимфа у меня есть в коллекции. Она мне очень нравится, она даже попала в топ моих любимых, так сказать, пигментов Тави Танука. Кто не смотрел, можете кликнуть, переходить, смотреть. Ну и мятный оттенок принцессы единорогов я буду заменять, и так уж вышло в этом макияже. У меня доминирует Денуана, просто другого плотного, крутого бирюзового я у себя не нашла. И буду пользоваться вот этим вот оттенком. А он здесь мега-мега офигенный в Деноновском цирке. Возьму плоско-пушистую кисть и тихонечко буду наносить его на все подвижное веко, потихоньку подтушевывая, создавая некую такую вспомогательную базу для нимфы. Ну и слегка здесь вот на стыке буду уводить. Хотя, думается мне, за счет того, что это сатин и нимфа-сатин, скорее всего, переход может получиться. Более чем уверена, что в этом макияже, если бы я взяла бы какой-то чуть более меловой бирюзовый, уже получился бы не такой прикольный эффект, как у меня сейчас тут вырисовывается. А-ля такой легкий, как Крис пирюзовый. Потому что этот матовый у Деноны, это что-то типа... Да нет, не что-то типа, это чистокровный у нее крем-то-паудер оттенок. Вот как-то так. И сверху будет здесь выступать нимфа. Набираю тихонечко на ту же самую кисточку и пришлевываю. Нимфа классный оттенок, но да. А сейчас я вижу, как она еще круче начинает играть навеки, потому что под нее была нанесена подложка. Так, я так полагаю, здесь в качестве затемнения немножечко едет советница мглы, совсем капельку, совсем немножечко. Далее тут ровно под зрачком дублируется бирюзовый оттенок принцессы-единорогов вместе с нимфой. И максимально близко к внутреннему углу глаза наносится еще один оттенок, который называется Валькирия. Валькирия это золотистый цвет и он у меня представлен вот в этой вот палетке с котом. Вот оттенок Валькирия, золотистый цвет и это его пресс. Немного как раз таки золотом и бирюзой напоминает стилистику палетки кот. Вот, только там не столь бирюзовый, там больше в зеленый уходит оттенок. Здесь, не знаю, получается мне кажется интереснее. Так, зачищу немного под бровью, доделаю в твероглаз и посмотрим, что получилось. Я надеюсь, у меня получится вывести что-то похожее, что вышло на правом глазу. Макияж я завершила доохромными румянами из палетки Анташи Денона Diamond and Glow. На ресницах у меня тушь от Рилуи Элит, на губах у меня бальзам от Нарс в оценке Фаст Лейн. И вот какой макияж сегодня у меня получился. Немного непривычная для меня форма макияжа, потому что столь сильно вытянутая я не особо как-то признаю в повседневных или более-менее около повседневных образах. Мне это кажется как-то странным, наверное. С другой стороны, интересно будет послушать ваше мнение касательно вот такой вот оттушевки и некой стилизации под стрелку. Лично мне, честно, не очень. Я люблю больше круглую форму тушевки. Мне кажется, вот она как раз моему разрезу глаз подходит наиболее оптимальным образом. Следующий макияж реконструкции подразумевает под собой сочетание контрастных оттенков. Это очень насыщенная темно-синяя цветовая рамочка из матовых цветов. И там даже, насколько я понимаю, происходит замес двух оттенков. На подвижном веке сочетаются три сияющие текстуры, которые плавно переходят друг в друга. И буду делать его на вот этой вот липкой базе NYX, которая называется Ultimate. И она куда более липкая и плотная, чем NYX HD. И вот как раз-таки на вот этой базе мне больше всего нравится тушевать, налеплять оттенки Там и Танука в россыпи. Потому что они на такую базу намного круче лепятся и намного лучше носятся. И даже клей под глиттер для этих целей мне не нужен. Настолько она липкая и плотноватая. И схватывается. Она, кстати говоря, не настолько быстрая. Ну что ж, я возьму тогда веничек свой видяевский и сияющие пудры, которые у меня постоянно под боком находятся, заложу. Некое такое высветление для облегчения тушевки. Наверное, я постараюсь в этот раз так же особо высоко никуда не задирать, чтобы остаться в рамках какого-то, не то чтобы дневного, но более приземленного к реалиям обыденной жизни макияжа. И в складку сюда идёт два оттенка. 0,62 оттенок. Он был в прессе в палетке Рыбка. У меня Рыбки, к сожалению, нет. И второй оттенок это Мурена, которая там замешивается, собственно говоря. У меня ни того, ни другого нет, но я хочу воспользоваться, пожалуй, вот таким вот красивым оттенком из прекрасной палетки Giant Wolves. И буду его закладывать себе в складку слегка подтушевывая. Мне кажется, этот оттенок очень будет похож на тот, который у Юли был заложен в этот макияж. Только, наверное, этот чуть почище сам по себе, как цвет. А та смесь двух оттенков, которая у Юли, она чуть более грязноватая и чуть более такая, как сказать, за счёт этого грязноватого подтона более утончённая получается. У меня выйдет, скорее всего, какой-то чуть более яркий вариант. У нас слегка оттушевывает это дело к виску. Не знаю, насколько у меня получится оставаться в рамках этого. Если что, подотру потом сатиновой пудрой. Ну, вот что-то типа того. Да, сатиновой пудрой не помешало потом это всё дело как-то подтушевать. Но пока у меня не застыла подвижка, я хочу начать нанесение сияющих текстур как раз-таки на подвижное веко. И оттенок, который располагается ближе к внешнему углу глаза на подвижном веке, это оттенок, который называется «возвавшая к пескам». Это золотой оттенок. Но у меня его нет. Я старалась по дисперсии искать что-то максимально похожее с теми оттенками, которые дальше будут располагаться на подвижном веке. И решила взять ради таких целей оттенок драконового отрада. Я его уже использовала в прошлом макияже. «Золотые тонуки» назывался у меня этот ролик. И там я красилась оттенками золота, которые были у меня в коллекции. Почему я решила взять этот оттенок для реконструкции? Потому что в драконовой отраде есть лёгкий розовый отблеск. А так как дальше по схеме макияжа здесь планируется к нанесению следующий оттенок, который называется «бабочки в животе», и который у меня есть в коллекции, я думаю, что смотреться это всё дело будет друг с другом очень-очень хорошо. И даже наиболее выигрышным образом, потому что бабочки розовые. И у драконовой отрады также есть розовый блик. Это даст ещё одну небольшую фору мне к тому, чтобы их наиболее плавным образом подтушевать друг с другом. Дисперсия у них идентична. Истушевываются друг с другом они невероятным образом. Очень хорошо получилось. Только мне кажется, в этом аспекте как раз немножко бабочки потерялись, потому что они прямо плотным монолитом под определённым углом начинают играть с драконовой отрадой. Ну ладно, что уж. Пусть будет так, как есть. И следующим оттенком планируется к нанесению дуохромный цвет классического такого типа. Это получается тёмно-синяя цветовая база, даже тёмно-коричневая цветовая база и синий перелив. У меня есть такой стак, и вместо оттенка информатор королевы я хочу использовать оттенок, который называется оживший механизм. Я не уверена, что он сюда может подойти именно в плане плотности цвета. Тем более в раскладке там на сайте я видела, что всё-таки чуть посветлее, что ли, туда идёт оттенок. Но других максимально похожих в этом плане у меня в коллекции нет. Но вроде как, вроде как, неплохо вписалось всё это. Немножко потушую бабочками. На нижнем веке, насколько я вижу, также у Юли дублируется вот этот вот тёмно-синий смесь 0,62 и мурены. Очень-очень тоненько она проводит. Я также чуть-чуть проведу. И в самый-самый внутренний угол глаза у Юли там предполагается к нанесению оттенок, который называется пульсар. И вообще пульсар это хайлайтер. И это голубой такой хайлайтер. У меня есть некие похожие оттенки по типу, ну, фосфора. Но мне кажется, был бы у меня оттенок льды в россыпи. Он бы подошёл сюда лучше. Но так как у меня ничего из этого нету, я, наверное, возьму хайлайтер. Голубой хайлайтер из палетки Root Cosmetics Angelic Glow, которую я чего-то как-то редко использую. А она очень даже неплоха. Такой фиолетово-голубой оттенок. И сюда он подошёл очень даже хорошо. Почищу тогда глаз, повторю всё на втором. И, в общем-то, вернусь, покажу, что вышло. Ресницы прокрасила тушью Lancôme Hypnose. На щеках у меня румяна из палетки Анташи Денона Diamond and Glow, создающий некий такой румяно-хайлайтерный такой эффект на щеках. Розовый прохладный оттенок с жёлтым бликом. И на губах у меня вот такой вот блеск от NYX в оттенке Strawberry Flex. Ну и вот какой макияж и конструкции сегодня у меня получилась с Тами Танукой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Красный макияж, бордовый, огненный. Как раз стилистики цикла, которые близятся к своему завершению. Я хочу в этом макияже использовать базу NYX HD. Та самая, которую я использую чаще всего. Которая не обладает какой-то определённой липкостью. Но, тем не менее, на которой всё прекрасно держится. И, как правило, очень хорошо также тушуются матовые оттенки. Так как на подвижном веке не планируется никакой блестяшки, я как раз и решила использовать эту базу. Ещё и поэтому. Под бровь опять заложу сатиновую пудру. Ну и приступлю к созданию макияжной арки. В складку туда, в качестве транзитного, заложен оттенок собеседницы мудрого филина. И это фиолетовый оттенок. У меня такого фиолетового, наверное, может и не найдётся. Но, по крайней мере, что-то похожее я нашла у себя в палетке мини-тропик от Наташи Деноне. В рефиле он выглядит посветлее, чем он есть. Но, по факту, это сдержанный и при этом насыщенный оттенок лаванды. Как раз, мне кажется, он очень похож на собеседницу мудрого филина. На подвижное веко. Это что-то типа смоки получается по своей насыщенности. Предполагается к нанесению насыщенный бордовый оттенок, который называется соблазнившая королеву. У меня такого оттенка нет, но у меня есть брусничка из матовых и из сатиновых выскочка. И я замешала эти два оттенка, и у меня действительно получилось что-то похожее. Бордовое и насыщенное. Как раз благодаря тому, что я смешала вместе с сатиновым оттенком, есть шансы, что этот матовый будет намного более шелковым, чем, в принципе, та же самая брусничка соло когда-то была. Ну и путем набивки, плавной такой набивки, буду достигать определенной насыщенности цвета на подвижном веке. Поднимать высоко тушевку я не хочу, потому что мне хочется все-таки добиться какой-то повседневности. Опять же, насибельности, чтобы это не было прям какой-то супер-упер-драмой. Ну и, мне кажется, вполне неплохо стушевался этот оттенок с Дононовским матовым. На нижние века, мне кажется, дублируется частично этот самый оттенок, доходя больше до середины, наверное, глаза. Там дальше идет красный металлик на нижнем веке. Красный металлик, который называется полуночница. У меня полуночницы нету, но у меня есть из мини-краш. Вот такой вот бархатный, плотный и насыщенный красный металлик. Он, кстати говоря, безумно шелковый и действительно очень плотный. И как раз вопросы к стойкости этого оттенка до сих пор остаются у меня открытыми. Венчает весь этот макияж во внутреннем углу сияющий оттенок, который называется вытяжка безмятежности. И так как я любитель светлой алхимии Утами Танука, ярый, причем фанат, пожалуй, то у меня этот оттенок есть, и я его как раз сейчас и буду наносить. Где-то на стыке оттенок стушевывается с красным, и предполагается там какой-то рожевато-оранжевый. И по факту так оно и есть. Находя на красный, получается эдакая оранжево-золотистая призма. И, кстати, этот оттенок наношу не на базу под глиттер, а просто чистую. И он действительно очень хорошо наносится сам по себе. Подтушую слегка на нижние веки то, что сделала. И приступлю к второму глазу. Посмотрим, что выйдет. На ресницах Lancome Hypnose. На щеках у меня румяна из палетки Natasha Denone Blush Glow Duo. На губах у меня бальзам от Stellar в оттенке Crush & Burn 0.5. И вот какой макияж реконструкции сегодня у меня получился. Мне не совсем нравится, что у меня получилось. Именно из-за каких-то нюансов в пропорции глаза. Потому что из-за того, что все подвижное веко заполнено каким-то темным, такое чувство, будто немножко как будто валеные глаза, что ли. И поэтому в таких ситуациях я стараюсь, как правило, в вариациях смоки на самое яблочко подвижного века нанести какую-нибудь сияющую текстуру, дабы добавить нужного блика. И тем самым слегка распахнуть мое нависшее веко. Что сюда я также добавлю. Хочу нанести на подвижное веко оттенок, который называется сладкая булочка. И заодно как раз таки сравнить, как один сияющий оттенок отличается от другого. И сумеет ли та самая сладкая булка раскрыться на такой вот красновато-бордовой подложке. Что из этого может в итоге получиться. Блик у меня, кстати говоря, получился больше каким-то желтым, желто-зеленым. И почему-то мне оттенок сладкая булочка напомнил в какой-то степени, наверное, по своей переливчатости оттенок горькой розы. Правда, горькая роза, она за то, что она более яркая, более плотная, как-то больше дуохромит, что ли, больше хамелеонит. Сладкая булочка, она, наверное, все же хамелеонит не так хорошо, в силу того, что это больше так это в сторону сатина, уходящий оттенок. Но, тем не менее, мне кажется, блик получился симпатичным. Не знаю, все-таки я никак не могу проникнуться к оттенку сладкая булочка. Булка. Сладкая булка. Сейчас на сайте Tami Tanuka подходит к своему завершению восьмой цикл, который назывался у них «Цикл тлеющих и воспламеняющих оттенков», в рамках которого вышло шесть стаков. Преимущественно, это темные оттенки, это темно-зеленый стак, насыщенно-красный, темно-темно-синий, черный, серый. И, честно скажу, у меня душа не легла ни к одному из этих стаков. Хотя, наверное, если бы мне нужно было бы выбрать, скорее всего, я бы отдала предпочтение бы зеленому. Не за счет того, что там хроматик, в составе, а из-за того, что меня как-то в последний год очень прям тянет на зеленые оттенки. Цикл этот в силу обстоятельств Tami Tanuka решили продлить до 21 августа, до воскресенья. И это, кстати говоря, будет через несколько дней, как раз-таки вот это вот текущее воскресенье будет. И продлили они его по совершенно очевидным, как по мне, причинам. Они вернули в строй, наконец, свой проект Sigil X, который подразумевается постепенное вылупление разнообразных интересных животных мира Sigil. И в этот раз цикл каждого животного будет обновляться каждое первое и каждое пятнадцатое число месяца, как это было давным-давно в старых и добрых традициях Tami Tanuka. Ну и, соответственно, та палетка, которая как раз-таки полгода или даже больше назад планировалась к рестоку, и там не хватало буквально парочки рефилов, она, соответственно, будет выходить в это воскресенье. И поздравляем с рождением, у нас появился новый питомец. Зовут его неукротимый лавовый Василиск. Честно скажу, меня немножечко смутил тот момент, что в этой палетке всего подразумевается один только матовый оттенок, хотя гамма, очевидно, разделена на красно-рыжий и на фиолетовый. То есть здесь, наверное, как был когда-то собран павлин, было бы неплохо, чтобы у каждого цветного ряда был свой соответствующий матовый. С другой стороны, мне будет интересно попробовать и примерить на себя именно в такой вариации эту самую палетку, если, конечно, мне удастся ее купить. И горит меня небольшие сомнения насчет того, что палетка задумывалась, наверное, в таком именно вот виде у них, потому что, действительно, если вспомнить старые палетки с животными, как правило, два, как минимум, матовых присутствовало в нем, а здесь, получается, один. С другой стороны, здесь хватает симпатичных, около топеровых, сияющих оттенков, которые могут самодостаточно смотреться очень хорошо в макияже глаз, и им не нужно что-то дополнительное в помощь. Ну и, с другой стороны, всегда стоит помнить тот момент, что, как правило, все палетки этого бренда позиционируются не как обособленные единицы, а как набор определенных оттенков, к которому понадобятся или же затемняющие, или же какие-то транзитные, или же какие-то высветляющие. Это, конечно, очень хитро они придумали, но я все-таки по возможности стараюсь их рассматривать и в этом плане, и в том амплуа. Дроп-игра будет проходить как раз со стартом продаж Василиска, то есть 21 числа в это воскресенье в 12 часов дня, и до 12 часов дня понедельника дроп-игра будет продолжаться, соответственно, все эти стаки тематические можно будет приобрести до 12 часов дня понедельника. Ну а Василиск будет доступен к продаже, пока его не раскупят, а там уже как карта ляжет. Иногда бывает, палетки раскупают очень быстро, они по несколько дней или же даже недель находятся на сайте, а бывает такое, что раскупают новый листок буквально за считанные часы, как-то вышло когда-то при первом запуске палетки «Зайчьи хороводы». Поэтому все те, кто планирует участвовать в дроп-игре этого воскресенья, и также кто хочет успеть купить себе Василиска, желаю вам большой удачи в этом деле. А я, пожалуй, пойду собираться и пускать все это дело в монтаж, потому что я опять отъезжаю ненадолго, но без роликов я вас, конечно же, не оставлю. Спасибо вам большое за внимание, и спасибо, что вы проводите свое время со мной, за ваши комментарии, за вашу обратную связь. Увидимся мы с вами через 2 дня на 3, как всегда, на этом канале. С вами была Саша. Всего вам самого-самого хорошего, и до скорых встреч, и всем пока-пока!